Получить справку о наличии антител к COVID-19 теперь могут камчаться. На полуострове по поручению Владимира Солодова начали работать комиссии по выдаче таких справок. У меня просьба максимально отработать. Сейчас ответственно очень это, чтобы работало без сбоев. С одной стороны, чтобы у нас четко и корректно проверялись все необходимые параметры. И у нас одна из главных задач не допустить, так скажем, тех негативных проявлений, которые в ряде других регионов есть резонансные, когда, говоря простым языком, выдаются справки без оснований или фальсифицируются документы медицинские. Главное вот этого нам избежать, чтобы у нас все четко было и отлажено. Но, с другой стороны, чтобы для граждан максимально просто это было и те, кто имеют высокие антитела. Действительно, много людей переболели, но не обращались либо в медицинские учреждения, либо не было в едином реестре отражен факт болезни. Могли, так скажем, на период, который сейчас пока федеральным законодательством не урегулирован, иметь доступ ко всем услугам без ограничений. Считаю, это принципиально важно. Как сообщил глава Краевого Минздрава Андрей Кузьмин, данная услуга платная. Главное условие, которое определено приказом Минздрава Камчатского края, это оформляется без посещения врача, чтобы не загружать работы врача. Человек обращается либо в кассу, либо в регистратуру лечебного учреждения, все равно эта услуга будет платной, такая она не предусмотрена территориальной программой государственной гарантии. Обращается либо в кассу, либо в регистратуру лечебного учреждения для заключения договора об оказании платных услуг и направляется в лабораторию, где он производится забор крови. После сдачи исследования форма пишет заявление, стандартная форма также определена приказом Министерства здравоохранения Камчатского края. Далее, после получения результатов анализов в лечебном учреждении, лечебное учреждение выписывает справку о наличии либо отсутствии антител, и заявитель уведомляется, где и какие он может получить. На всю процедуру максимум с забором крови, с исследованием и с проведением комиссии мы даем три дня. Эта справка будет считаться официальным документом наравне с QR-кодом. Эта справка будет являться документом, который предполагает отсутствие ограничений при посещении мест скопления людей, это кафе, рестораны, общественные места, то есть перечень определен в 94-м постановлении. Добавим, на сегодня QR-код необходим для посещения ресторанов, кафе, организаций культуры и спорта. Без него невозможно попасть в здание правительства региона и других органов власти. Также с 23 числа QR-код нужно предъявлять при посадке на самолеты по внутренним направлениям и по некоторым междугородним автобусным маршрутам.